Девушки отдыхают Почему виновник кровавого ДТП до сих пор на свободе? Впрочем, на этом его мытарства не закончились. Куда и зачем Насирова возили? Александр Пантелеймонов обо всем по порядку. Еще вчера, прикованный к постели после сложной операции почти без сознания, сегодня в 9 утра Роман Насиров пишет бодрый пост в Фейсбуке. Уверяет, болезнь не имитирует, ни в чем не виновен и готов доказать это в суде. Но уже через час у него гости. Детективы НАБУ пришли проверить, так симулирует ли фискал или вправду болен. Несколько нардепов, НППП и активисты пытаются помешать, но налоговика увозят в институт кардиологии. На носилках Насиров снова без сознания. В НАБУ торопятся. Завтра истекает срок задержания подозреваемого, и поэтому важно понять, насколько он болен. А вот тем, кто пытался помешать транспортировке и два дышащего фискала, грозят уголовным производством. Я нагадаю, что моменту складания протокола про затримание впродовж 70-ти годин подозреваний перебуває під вартою и будь-яке прошкоджание действия детективов в соответствии с чинного законодательства является криминально кареным действием. Запевняем вкотре, что детективы антикорупционного бюро и прокуроры антикорупционной прокуратуры как представители, в первую очередь, правоохоронных органов действуют исключительно в межах чинного законодательства. В БПП от защитников Насирова поспешили откреститься. Действие отдельных нардепов – это вовсе не позиция фракции. И блок Петра Порошенко не делал и не будет делать каких-либо официальных заявлений. Тем временем адвокаты задержанного утверждают, по отношению к Насирову допущена уйма процессуальных нарушений и без судебной экспертизы судить его нельзя. А в Институте кардиологии и вовсе отказываются делать какие-либо заключения. Несмотря на это, Романа Насирова все же увозят из кардиологического отделения в Соломенский суд Киева. Насиров снова на носилках и снова на вид без сознания. Александр Пантелеймонов, Андрей Кузнецов. Подробности – телеканал «Интер». Почти до шести вечера решали лечить Насирова или судить. Заседание назначили в Соломенском суде. За происходящим там наблюдает Алла Матюшок. Она на связи со студией. Алла, добрый вечер. Расскажи, что известно на данный момент. Да, добрый вечер. Сейчас действительно отстраненный от службы руководитель фискальной службы Роман Насиров находится в Соломенском райсуде столицы. Сюда его привезли из больницы на скорой в сопровождении охраны. Здание суда также охраняется. Несколько десятков вооруженных сотрудников НАБУ. Хочу сказать, что заседание суда должно было начаться в 19.00, но до сих пор так и не началось. В коридоре толпятся журналисты, активисты, пришли даже некоторые депутаты. Но вот буквально только что всех попросили покинуть здание. Якобы поступил звонок, что оно заминировано. При этом нам удалось пообщаться с адвокатом Романа Насирова. Он говорит, что до сих пор его под защитой находится в корете скорой помощи и заявляет о многих нарушениях. Мы ждем, сколько суд этих, в разуме, заняты в другой справе. И справа еще не рассмотрена. Наш клиент перебывает в корете скорой медической помощи. Когда начнет судовое заседание, нам неведомо. Я могу только констатировать один факт. 12 часов без харчования и 12 часов без належной медической помощи. Я это расцениваю, снова говорю, как катывание. Я не перехожу до того процесса, который на сегодня еще должен происходить. Я констатую факт. Он на сегодняшний день у нас не выписан из лекарной Феофании. Соломинский суд рассматривает, избирает меру пресечения для отстраненного от службы руководителя фискальной службы Романа Насирова. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и растрате госсредств. Мы остаемся здесь, следить за событиями и готовы выйти в любой момент в прямой эфир. Спасибо. Это была наша корреспондентка Алла Матюшок из Соломинского суда столицы. А вот другой высокопоставленный чиновник сегодня так никуда и не поехал. Как написал министр инфраструктуры Владимир Амельян на своей странице в Фейсбуке, Кабмин отменил его визит в ШАН на украинско-американский форум. По словам Амельяна, в Кабмине решили, что Вашингтон далеко, и цитирую, ехать в такую глухома незачем. Своё руководство министр обрушился с критикой, мол, они не заинтересованы в реформах. Посетовал, что визит готовился долго, что собирался встретиться с представителями и General Electric, и Tesla. Вот только в своём гневном сообщении министр ни слова не говорит, о чём с ним хотел договариваться менеджмент Tesla и о каких вообще инвестициях в украинскую инфраструктуру идёт речь. Скромные аппетиты одесских чиновников. Глава райадминистрации так перетрудилась, что выписала себе и некоторым своим коллегам баснословные премии. Вдвое, а то и втрое больше зарплат. Какие суммы получили слуги народа? И главное, за что мои коллеги разбирались. Ивановский район Одесской области. Общественники через официальный запрос узнали о неслыханных премиях в их райадминистрации. В декабре и январе с десяток чиновников получили на руки по 16-20 тысяч гривен, а исполняющие обязанности главы учреждения и вовсе 30. Активисты возмутились, за что такие премии, если чиновницу они толком и не видели. Впродолжение некоторых дней в подряд её просто не было на рабочем месте. И этим, соответственно, поясняется и величезная занятость. Просто, ну и себе, будь ласка, людина настолько занята, что она не может находиться на рабочем месте. Татьяне Новиковой 24. Районом руководит около года. На рабочем месте не нашли её и мы. Дескать, чиновница уже месяц на больничном. Идём искать других, премированных за интенсивность труда. Начальник отдела образования Наталья Ткаченко заслужила 16 тысяч в январе. Это в 4 раза больше её оклада. Хотели узнать, вот как нужно так трудиться, чтобы получить такие премии хорошие? Ну, я думаю, что это питание не до меня. Я себе зарплату не нараховываю, премии не установлю. Секретом успеха не делится и начальник управления соцзащиты. Примечательно, что на эту должность Дмитрий Сергеевский заступил лишь 6 января. И сразу джекпот 17 тысяч. Ну, не удивились, только начали работать и тут раз. Ну, приятно удивлялся. Я не могу прокомментировать. Мы всё-таки дозвонились до исполняющей обязанности главы РГАП. Татьяна Новикова объясняет, такие суммы получили из-за того, что премии и надбавки чиновникам не выплачивались в течение полугода. А потом просто всё сразу суммировалось. Версия достойная, но есть одно но. Выплаты продолжились и после Нового года. Между тем, жители Ивановки вовсю обсуждают денежный скандал. Мол, почему одним всё, а другим ничего? Вот, например, районная больница. В среднем оклад врачей 2-3 тысячи. Мы сравниваем со своими зарплатами. И мы работаем каждый божий день, мы работаем днём и ночью. Мы никогда, наверное, не получили такие зарплаты в ремии. Есть ли здесь признаки коррупции? Разобраться в этом, похоже, должны правоохранители. Ивановцы же пока тщетно пытаются разглядеть в районе ту самую пресловутую интенсивность работы местных чиновников. Может, просто проглядели? Андрей Анастасов, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. А в Николаевской области госслужбы отказали 75-летней пенсионерке в оформлении субсидии. Женщина получает всего 1500 гривен в месяц. Спросила субсидию на УГО для отопления дома. Почему соцслужбы не дали добро, разбирался Кирилл Ищишин. Зоя Федоровна, 75. Всю свою жизнь она проработала дояркой в колхозе. Прошлой осенью пенсионерка обратилась в соцстрах, чтобы оформить субсидию. Ей отказали. Помогли дети. Раздобыли несколько кубов сухих дров. Я за себя платила меньше, а теперь дети в войне забрали субсидии. Я пенсию трошки получаю, то я могу там литру лиги взять или что. А в уголе-то уже заросли до почти 5000 тонн. Я ее возьму с чего? Как я буду 4 месяца или 5 складывать на дров. В соцслужбе свой отказ выдать субсидию объяснили тем, что пенсионерка якобы работает и ежемесячно получает еще и зарплату. Сын стал разбираться. Оказалось, его мать числится на полставки в местной агрофирме. Их претензии там проигнорировали. Тогда семья обратилась к правоохранителям. Полицию мы написали заявку еще на 4.10.16. Уже сколько времени прошло и никаких сдвигов по этому делу не было. Дело не сдвинулось с мертвой точки и после подачи заявления в прокуратуру. В полиции говорят, заминка произошла на этапе оформления выемки документов. Были направлены соответствующие вопросы к соответствующих органам. Мы ждем ответа. А также подготовлены колпотания о том, что часовых доступов к информации, которая поместит охраненную законом таймницу. Отримаем ухвали и, я думаю, до конца березня будет принято решение. Директор агрофирмы отказалась объяснять журналистам, зачем оформила к себе пенсионерку. Я вам всегда с комментарием не снижаю. Ну, я сейчас не помню. За год на Зою Федоровну списали 7 тысяч гривен зарплаты. Это указано в налоговой декларации. Из-за махинации женщина не сможет оформить субсидию на электричество и в летний период. Я думаю, что если полиция правильно провела дело и разобралась, то, наверное, еще не одну мертвую душу там бы нашли. Родным Зои Федоровны остается только догадываться, зачем кому-то оформлять пенсионерку на работу и платить лишние налоги. В семье Кравчуков надеется, что после огласки в СМИ делу все же дадут ход. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаевская область. О поставке угля из Донбасса по-прежнему заблокированы, как и других товаров. Впрочем, сегодня появилась информация, что один состав все-таки проехал. Так ли это? Спросим у Олега Решетника. Олег, какая ситуация? Добрый вечер, Таня. Блокада на Донбассе продолжается, как и прежде. Главной интригой дня, пожалуй, стала новость о том, что на так называемом редуте Богдан в селе Горское правоохранители возобновили движение локомотива и 57 порожних вагонов, которые блокадники остановили еще 25 января. В полиции же говорят, что радикалы не мешали железнодорожникам. И около половины первого дня поезд прибыл на станцию Светланово. Затем продолжил следование до станции Нырково. Это тоже в Луганской области. Но вот, что интересно, сами блокадники в Фейсбуке, информацию о том, что движение по железной дороге возобновлено, опровергают. Говорят, что из-за повреждения путей и движения поездов здесь вообще невозможно. А еще все там же, на редуте Богдан, правоохранители во время обыска обнаружили взрывоопасные вещества, которые, как говорят в полиции, могут принадлежать участникам блокады. Граната в боевом взводе. Все, я ее обезвреживаю. Хранится на должном этапе. А ящик свеженький, да? Ну, конечно, сверху. Рушиная дымовая граната, боя белого дыма. Ну вот, сами же блокадники следственные действия называют очередной провокацией и уверяют, что боеприпасам никакого отношения не имеют. Но, на самом деле, данные вещи были найдены рядом с редутом. И они не являются нашими вещами. Официальная позиция блокады была такой, что мы считаем, что это провокация. Таня, пока это все новости. Мы продолжаем здесь работать. Студия. Спасибо. Это был Олег Решетняк. В зоне АТО за минувшие сутки боевики 115 раз обстреляли украинские позиции. Два бойца получили ранения. Бои идут на всех направлениях. Под вражеским огнем и Авдеевка. Подробнее о материале Геннадия Вивденко. Украинский укрепрайон. Шахта Бутовка. Вот здесь видно, как била тяжелая артиллерия противника. Бойцы утверждают, что здесь был самый настоящий ад. Ночью и утром по позициям под Авдеевкой вновь работали, как здесь говорят, вражеские танки и тяжелая артиллерия. Страшно здесь делать так же. Тут ад был, пекло. Сейчас поревнена обстановка к среднему нормальному. Но мы еще пока не знаем дальнейшие действия, что там дальше будет. Даже во время кратковременного затишья наши бойцы не берутся делать долгосрочные прогнозы. Бог его знает, что вычекаете. Сегодня затишка, а через час-два может быть обстрел. Або еще какие-то действия со стороны врага. Мы не можем так оценить обстановку на данный час, например. Очекаем перемирие. Бажаем, чтобы дотримовались, как с нашего боку, так и с их боку. В Авдеевке в очередной раз под обстрел боевиков попали мирные жители. Вражеский снаряд угодил в жилой дом в районе старой Авдеевки. Осколками посекло соседнее здание. К счастью, никто не пострадал. В самом городе с утра подавали воду. Использовали резервные запасы. Начали разминирование фильтровальной станции под присмотром наблюдательной комиссии. Вечером, по словам главы области Павла Жебривского, в ИНОФ обещают подать воду в 21.00. Не прекращаются обстрелы украинских позиций к северу от Авдеевки под Попасной. К тому же досаждает весеннее утепель. Сейчас в окопах на Донбассе такая ситуация. Вода течет в окопы, однако ребята не унывают и делают все возможное, чтобы откачать воду. Сейчас тяжкие погодные условия. Степи Донбасса перетворились на грязюку, но ребята обладают себя на позициях дренажей, используются насосами, выкачивают воду и пристосовываются к этих условиям. Просто такие погодные условия дают немного уверенности в том, что противник не будет совершать наступы. Потому что через грязюку это будет в край тяжело сделать. Земля понемногу оттаивает. Бойцы тут же углубляются. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер Донецкой и Луганской области. Ситуация на Донбассе и в Сирии. Ожидается, что это основные темы предстоящих переговоров министров иностранных дел в Великобритании и России. Визит Бориса Джонсона считают историческим. Почему и чего ждать от этой встречи? Светлана Чернецкая из Лондона. Точной даты визита пока нет. Речь о том, что глава британского МИДа принял приглашение своего российского коллеги. И поездка состоится уже в ближайшие недели. Скорее всего, в конце марта. Это поистине исторический визит. Более пяти лет первые лица британской политики не посещали Россию. В последний раз это было в 2011 году. Премьером тогда был Дэвид Кэмерон. И он побывал в Москве вместе с министром Вильямом Хейгом. Но после аннексии Крыма, начала боевых действий на востоке Украины и вмешательства россиян в сирийский конфликт, британцы на критику не скупились. И выступили главными лоббистами санкций против Москвы. С приходом на пост министра иностранных дел Бориса Джонсона, известного своей прямолинейностью, риторика по отношению к России стала еще более жесткой. Мы должны быть бдительными по отношению к России. Мы должны понимать, что на многие вещи смотрим по-разному. Я приверженец такого подхода. Бдительность и жесткость. Борис Джонсон на этой неделе был в Киеве. Как обычно, заверил Украину в поддержке со стороны Великобритании. И, конечно же, во время визита в Россию он поднимет тему событий на Донбассе и возвращения Крыма. Украина и Сирия – два главных пункта, по которым у Лондона и Москвы острые разногласия. В британском МИДе уверяют, перезагрузки отношений между странами не будет. И ожидать, что министр Джонсон изменит свою риторику, не приходится. Скорее всего, он выскажет напрямую все, что думает о действиях Москвы. Визит будет непростым, говорят в Лондоне, но он необходим. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Суд в Кишиневе заключил под стражу главу Национального банка Молдовы Леонида Толмачам. Его обвиняют в мошенничестве и превышении служебных полномочий. Как сообщают СМИ, пока его задержали на 15 суток. Расследованием занимается антикоррупционная прокуратура страны. Декоммунизация по-букавински. В Черновцах уже больше месяца продолжается скандал вокруг переименования городского парка. Раньше он носил название «Жовтневый», но депутаты решили, что горожанам приятнее прогуливаться по парку реформации. Так ли это, узнавала Ольга Поломарюк. Декоммунизировать один из крупнейших парков Черновцов. Идея юриста Николая Гунько рассказывает. Название «Жовтневый» у большинства жителей города ассоциируется с коммунистическим режимом. Поэтому разместил петицию на сайте горсовета за название «реформация». Петиция набрала необходимое количество голосов. Ее поддержали и депутаты. Они уверены, новое название поможет привлечь иностранных инвесторов. А парк облагородить. Но вот сами горожане против таких изменений. И уверены, депутаты нарушили процедуру переименования. Все произошло в тихую. Громадских обговоров не было. Они после топонимической комиссии тихонько занесли в сессийную залу и проголосовали. Управление культуры, место строительства, наглядовая рада «Жовтневого», руководство парка «Жовтневого» и все за то, чтобы оставить эту название. Тем временем на сайте горсовета одна за другой появляется встречная петиция за сохранение старого названия парка. Такое слово придумать, что даже никто не запоминет. Просто оно не... Идешь до кого-то и говоришь, что ты идешь в парк. Куда? Реформация. Нет, оно не переживает. Совсем не хорошо. Я даже не могу сказать, что это есть. От слова «реформа», то какие это реформы. И для парка, для отпочинка, это не подходит название. На наш вопрос, что же такое реформация, никто из запрошенных так и не ответил. А достаточно заглянуть в словарь. Реформация – это социальное политическое движение 16 века против католической церкви. Какая связь с черновцами – неясна. Как непонятно и то, почему идея с переименованием возникла именно сейчас. Вопрос о названии парка депутаты должны решить на следующей сессии. Елена Митясова, Ольга Паломарюк и Горига. Подробности – телеканал «Интер». Черновцы. Преступление без наказания. В Черкасской области уже 4 месяца прокуратура расследует смертельное ДТП. В ноябре прошлого года недалеко от села Викторовка местный предприниматель в состоянии алкогольного опьянения сбил девушку. Почему дело никак не дойдет до суда, выяснял Станислав Кухарчук. Маленький Андрюша под присмотром бабушки делает первые шаги. Несколько дней назад ему исполнился год. Только отмечал он день рождения без мамы. 4 месяца назад она погибла под колесами пьяного автомобилиста. Это прямая дорога с райцентром Маньковка на Викторовку. Тротуара здесь нет, поэтому пешеходы ходят по обочине. Тут злополучный день. Лилия в сопровождении знакомой шла в Викторовский сельсовет для того, чтобы уладить рабочие вопросы. Мужчина на иномарке промчался девушкам навстречу на заправке, развернулся и уже в считанные секунды догнал их вот на этом месте. Трагедия произошла вечером, когда уже смеркалась, рассказывает брат погибший. Удар был такой силы, что тело Лилии отлетело в кювет. Ее спутница уцелела только чудом. От заправки до места аварии метров 300. На таком коротком участке убийца разогнался до сотни километров в час и затормозил только во время столкновения. Это, соответственно, человек просто куда-то спешил, а еще за одной вечеркой не встыгал выпить. Я не знаю, почему он так спешил. Эксперты установили, водитель был пьян. Это подтверждает и сельский голова. Он одним из первых приехал на место аварии. Он даже не понимал, что он сбил человека насмерть. Он остановился и начал все сварить, и это девчат. Он думал, что что-то ему кинули. У него есть, можно сказать, знакомые, родители из бывшей полиции. И, возможно, это ему что-то помогло, что нет расследования до этого времени. Виновник в ДТП 60-летний Петр Журба. Разводил в Викторовке рыбу, но после аварии свернул бизнес. По селу ходит пешком машина на штрафплощадке. Вот так, пластиковую стаканчику три раза. Управил дорожную руху. Они должны идти на встречу в машине, а не за течевой. Заслепила на немашина. Я почувал удар. И пешехода я не вижу. В прокуратуре ничего необычного в том, что расследование длится 4 месяца, не видят. Мол, выводов экспертов еще не получили. Правда, какие экспертизы сейчас проводятся и насколько водитель был пьян, прокурор говорит, отказалась. Какие самые проводятся экспертизы, я не могу права. На данный момент я не могу права вказать, какие самые экспертизы выполняются. Это таемница следствия. Родные Лилии опасаются, что дело затягивают специально, чтобы виновник трагедии получил условный срок. В связи с его возрастом это вполне реально. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Никаких подвижек в расследовании дела о поджоге нашей новостной службы. Сегодня ровно полгода с момента пожара. Я напомню, он произошел 4 сентября 2016 года. В здании в это время находились более 50 сотрудников. Несколько человек серьезно пострадали. Была уничтожена телевизионная студия и производственная техника. Но полиция не спешила расследовать нападение. Даже улики следователи собирали небрежно. Сотрудники редакции подробностей после визита нацполиции нашли в здании 4 каски налетчиков, зажигалки, газовые баллончики. Но эти вещдоки правоохранители даже не изъяли. Оппозиционеры тогда провели свое расследование. И, как выяснили, организаторами атаки на Интер были члены партии Народный фронт, в частности глава МВД Арсен Аваков. Курировал нападение его тогдашний советник Илья Кива, а исполнителями были люди с криминальным прошлым. В полиции атаку квалифицировали как поджог и хулиганство. И только благодаря действиям руководства, редакции и оппозиционеров добавили статью «Террористический акт». А расследование передали в СБУ, однако виновные до сих пор так и не названы. Хотя, напомню, президент поручил генпрокурору взять под контроль расследование. Настойчиво рекомендовали разобраться во всем и в Евросоюзе. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Минятович также призвала власти активизировать свои действия для расследования. Но, невзирая на все призывы, факты, доказательства и видео с камер наблюдения, расследование не сдвинулось с места. На юге Италии пожар в лагере для беженцев. Погибли два человека, оба выходцы из Мали. Огонь вспыхнул на территории барачного поселка и хватил свыше 5000 квадратных метров постройки. Причина пожара пока не установлена. Спасатели нашли десятки газовых баллонов. Возможно, один из них стал причиной возгорания. Впрочем, не исключен умышленный поджог. В последний месяц в этом лагере проживали до 500 приезжих. В течение 20 лет лагерь является домом для мигрантов в основном африканского происхождения, работающих в сельском хозяйстве в окрестностях. Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефона во время избирательной кампании. Команда президента ШАД до сих пор опасается прослушки и подозревает, что сотрудники, оставшиеся в министерствах и ведомствах от Обамы, сливают внутреннюю информацию демократам и прессе. Какой план придумали в Белом доме, знает мой коллега Дмитрий Анопченко. Тут что не день, то новый скандал. Пресса то секретные документы в своей статье процитирует, то, ссылаясь на источники в Белом доме, расскажет о разговорах в команде Трампа, которые не предназначались для посторонних ушей. Чтобы бороться с этим, новая администрация разработала секретный план по борьбе с утечками. Но случилась новая утечка, и об этом в секретном плане тоже узнали журналисты. Агентство Reuters слили информацию, мол, в Белом доме даже для штатных сотрудников ограничили доступ во внутреннюю компьютерную систему. Тем из них, кто работал при прошлой администрации, они теперь не могут полазить по сети, чтобы посмотреть проекты внутренних документов. В Госдепе ввели новую практику. Чиновники встречаются с глазу на глаз и не пользуются телефонами и электронной почтой для обсуждения конфиденциальных вопросов. В Минфине якобы пошли еще дальше. Сотрудников ведомства предупредили, что их служебные телефоны будут прослушивать, чтобы найти крота. Агентство Reuters пишет, что секретность сейчас настолько серьезная, что о многих решениях, которые должны быть приняты, даже министры не знают. Ну вот простой пример. Знаменитый нашумевший антииммиграционный указ Трампа о том, что он будет подписан, многие руководители департаментов, которые должны были быть причастны к его разработке, узнали только из новостей. Но в команде Трампа считают это меньшим злом. Привели слова самого президента. Он называет утечки преступлением. При этом оправдываются, мол, любая команда, приходя к власти, сталкивается с теми же проблемами. И что при Обаме даже отправили под суд 9 чиновников, разгласивших служебную информацию. Намекая на то, что если их план по борьбе с утечками не сработает, новые госчиновники окажутся на скамье подсудимых. Из Вашингтона. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала. Интер. Почему производители отзывают новые модели Mercedes-Benz? Сколько лет понадобилось любителям пива в Британии, чтобы посетить 20 тысяч пабов? И какой секрет утаила от СМИ Натали Портман? Узнаете из нашего международного обзора. Более миллиона автомобилей Mercedes-Benz вернутся со всего мира назад в Германию из-за риска возгорания в двигателе. Неисправности зафиксировали в новых моделях авто за период с 2015 по 2017 годы выпуска. Большинство неисправных машин попали в США и Великобританию. Пока никто не пострадал, но чтобы защитить своих потребителей, концерн-изготовитель Daimler установит в моделях, которые находятся у дилеров, дополнительные предохранители. 35-летняя актриса Натали Портман родила дочку. Радостное событие произошло еще 22 февраля, но до сих пор держалось в тайне. Из-за этого Портман даже пропустила церемонию награждения «Оскар», где была номинирована на лучшую женскую роль. Сейчас и мать, и маленькая Амалия счастливы и хорошо себя чувствуют. Это второй ребенок Натали Портман и ее супруга, хореографа Бенджамина Мильпье. Пара уже воспитывает 5-летнего сына Алифа. Особняк английского футболиста Джона Терри, пока он отдыхал в Дубае, обчистили воры. О том, что дом пустует, грабители узнали из соцсетей, где футболист выкладывал фото и видео вместе с женой с горнолыжного курорта. Злоумышленникам удалось обойти систему охраны. В итоге пропали предметы, стоимость которых оценивают в тысячи фунтов. Теперь для охраны поместья Терри нанял дополнительную службу безопасности и, вероятнее всего, хвастаться отдыхом больше не будет. Женщины на борту к несчастью? Отнюдь. Самолет индийской авиакомпании впервые в мире совершил рейс, все члены экипажа которого исключительно женщины. На Боинге 777 вместе с пассажирами дамы слетали из Нью-Дели в Сан-Франциско и обратно. Преодолели более 15 тысяч километров и пересекли два океана – Тихий и Атлантический. Обслуживали самолет на земле тоже женщины – операторы, техники и диспетчеры. 20 тысяч пабов за 33 года посетила компания «Друзей из Британии». Все они члены благотворительного клуба дегустаторов «Эля». Их паб-кроулинг, своеобразный пивной квест продолжается с 1984 года. В каждом заведении мужчины просили владельцев пожертвовать один фунт на благотворительность. За время длительной пивной вечеринки им удалось собрать почти 30 тысяч долларов. Один из сооснователей клуба «Питер Хилл» за время многолетней пивной «Одиссей» выпил почти 47 тысяч пинт хмельного. Наш эфир подходит к концу. Уже завтра в 20.00 вас ждут подробности недели с моим коллегой Алексеем Лихманом. И вот в двух словах о главных темах выпуска. Цена блокады. Какие сюрпризы может преподнести простым украинцам противостояние на востоке страны? НБУ ищет таланты? Покинет ли Гонтарева кресло главного банкира? И как это отразится на сотрудничестве с МВФ и курсе гривни? Путепроводы на соплях. Кто ответит за обвал переправы в столице? И как много еще в стране мостов на грани падения? Когда лекарства горше смерти? Почему на украинском фармрынке процветают подделки, а государство даже не думает его контролировать? На сегодня все. Больше информации на нашем сайте. Подробности Юэй. Приятного вам вечера. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин